всем привет это снова тип топ тв я марина и вы снова со мной а я с вами и сегодня мы с вами приготовим опять очень интересное блюдо а самое главное легкое в исполнении вкусное и можно сказать что летнее потому что в магазинах появилась молоденькая картошечка по крайней мере у нас так говорят что это молодая картошка не знаю откуда ее привезли но факт остается фактом видите какая у нее нежная вот кожа и мы приготовим из нее сейчас картошку по-деревенски понадобится минимум ингредиентов самое главное это картошка затем один зубчик чеснока любые приправы я например возьму тушим овощи соль естественно ну и черный перец кто как любит если вы любите красный перец острый добавьте конечно же и его еще нам понадобится растительное масло что мы будем делать во первых первонаперво картошку обязательно помойте водой как следует промывайте и не просто промывайте а именно щеткой щеткой если нет специальной щеткой то прямо вот этой щеткой прочищайте вот вот все вот эти вот полости потому что там может попасться и песок и земля кусочки где-то земли могут там застрять в общем все-все-все именно щеткой счищайте как след смотрите он просто идеальный внутри видите какой хороший никаких глазков у него нет черных никаких внутри потемнений пожелтений позеленений кстати говоря имейте ввиду что позеленевший картофель ни в коем случае нельзя употреблять в пищу потому что на свету если держать хранить картошку у нее начинает вот здесь вырабатываться какое-то вещество он картофель зеленеет клубни вот эти зеленеют и они становятся ядовитыми хотя это не на вкус и сразу так это не ощущается но при употреблении в пищу такого картофеля очень плохо все это сказывается на здоровье в дальнейшем поэтому вот почитайте в интернете погуглите эту информацию я уже не помню всех подробностей я запомнила на всю жизнь что нельзя есть проросший картофель и нельзя есть позеленевший картофель потому что все это не просто невкусно а самое главное что вредно для здоровья вот за разговором очистили мы чесночок и выдавливаем с помощью чеснока до вилки вот так теперь сюда же мы посолим добавим приправы перемешаем вилкой не я всегда это делаю руками так сподручник поливаем все это маслом масло вы можете взять растительное хоть оливковое хоть подсолнечное любое какое любите таким и поливать картошечку уже пошел чесночный запах ну вот пусть немножечко минут пять картошка постоит а вы тем временем пока включите духовку на 200 градусов духовку то у нас пока разогревается а мы не теряем время раскладываем долечки вот таким образом на противне конечно можно постелить лист пергамента бумаги для выпечки но у меня ее не оказалось да это не обязательно это картошка она не сильно пачкает противень поэтому можно будет спокойно его потом просто помыть старайтесь чтобы между кусочками было расстояние чтобы они не соприкасались друг с другом ну вот и все убираем в духовку предварительно разогретую обязательно на 25-30 минут смотрим по готовности температуру будем выдерживать около 200 может быть даже 220 градусов с картошка должна зарумяниться покрыться корочкой а внутри она будет абсолютно мягкая очень очень вкусная и самое главное что такую картошку можно будет есть прямо в мундире вот так вот как она сейчас есть она обжарится и сразу можно подавать к столу вот какая вкусная получилась аппетитная картошечка по-деревенски если нужно подсолить и попробуйте и обязательно постарайтесь полить растопленным сливочным маслом так вкус будет более нежным а еще можно посыпать за пять минут до того как вы будете доставать из духовки можно посыпать тертым сыром в идеале пармезаном а так любым сыром твердых сортов и посыпаем обязательно зеленью посмотрите как красиво можно подавать и с кетчупом из соусом сметанным любым с чесночком и конечно же как гарнир и к мясу и к рыбе давайте посмотрим как картошечка пропеклась вот кусочек посмотрите какая у него поджаренная корочка и все можно есть прямо вот с этой вот кожурой очень нежная получилась кожица к тому же она хрустящая обжаренная и сливочный вкус благодаря маслу пробуем очень вкусный действительно по-деревенски можно сказать потому что картошечка в мундире зелью с чесночком с приправами с маслицем очень-очень вкусно мне кажется даже такое блюдо можно подавать и отдельно просто картошка по-деревенски это тоже будет очень вкусно но если это видео было вам полезно или интересно ставьте лайк подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписаны потому что впереди нас ждет очень большое количество новых интересных блюд и которые легких приготовления оригинальные вкусный не забывайте заходите подписываться в мою группу вконтакте она так и называется тип топ тв там я обмениваю с вами рецептами полезными ссылочками и вы можете задавать мне вопросы а я вам там на них отвечаю а также чтобы не упустить конкурс который скоро будет на канале всем пока и оставайтесь со мной а